Когда начинается жара, самый лучший способ охладиться – это искупаться где-нибудь. Но будьте осторожны, потому что не все водоёмы для этого подходят. Некоторые из них выглядят привлекательно, но купание в них может обернуться трагедией. От красивых бассейнов, наполненных кислотой, до затопленных ям, из которых не выбраться, давайте окунёмся в места, к которым надо подходить осторожно. Или вообще не приближаться к ним. Мумии Натрона Что вы знаете о Танзании? Что она в Африке? Что здесь обитают удивительные животные? Что здесь есть огромный водоём, который превращает живых существ в камень? Подождите, что там последнее? Похоже на что-то из сказки, правда? Но поверьте, это реально. Это озеро Натрон, расположенное в таком жарком районе, что почти вся вода испаряется из него. Получается солёная, богатая минералами корка, которая покрывает дно. А любящие соль микроорганизмы с красным пигментом процветают в оставшейся воде. Однако эта вода настолько насыщена солью, что перелётные птицы, которые останавливаются здесь освежиться, не замечают, как покрываются кристаллами соли. Они затвердевают, и солёные слои быстро обездвиживают несчастных, мумифицируя их. Не совсем камень, но всё же близко. И это ещё не самое худшее. Богатое натрием и минералами дно делают среду озера Натрон сильно щелочной, поэтому вода здесь имеет уровень по аж 10 в средний день и 12, когда температура воды достигает 60 градусов Цельсия. В жару купаться в этом озере всё равно, что плавать в горячей хлорке, и можно получить серьёзные ожоги от щёлочи. Фотографы дикой природы убедились в этом на собственном опыте в 2007 году. Когда они летели над озером, пилот их вертолёта потерял ориентацию, и машина разбилась. Вещества в воде немедленно начали раздражать их глаза, практически ослепив их и обжигая кожу. Удивительно, но они смогли вытерпеть боль, и проползли 3 километра по мелководью до ближайшего участка суши. К счастью, все полностью выздоровели. Но если бы они упали дальше, или если бы день был более жарким, всё закончилось бы иначе. Яма смерти В летнюю жару в Техасе дети близ Уимберли любят резвиться в местном ручье, который ведёт к источнику под названием «Колодец Джейкоба». Источники обычно маленькие, и в них получаются интересные фото, если глубина подходящая. Но почти 4-метровая яма в этом источнике огромна, как будто её пробили в дне водоёма. Её глубина 9 метров, так что это идеальное место для практики прыжков в воду, или её сразу шести. Но на дне колодца скрывается нечто мрачное, то, что унесло жизни многих людей, которые погружались слишком глубоко. Не чудовище, конечно, насколько нам известно. «Колодец Джейкоба» — это карстовый источник и часть подводной системы пещер. После 9-метровой камеры появляются ещё несколько туннелей и камер, разделённых узкими проходами. А потом пещеры достигают глубины 37 метров, где они и туннели тянутся на более чем 1370 метров. И это только то, что удалось исследовать. Сложная система привлекает любителей подводных пещер и фридайверов со всего мира. И в этом заключается главная опасность плавания в ней. Некоторые входы в туннели настолько узкие, что дайверы снимают кислородные баллоны, чтобы протиснуться. Всего одна неосторожность, и баллоны затеряются в тёмных пещерах и путях внизу. Из-за этого в колодце Джейкоба погибло более дюжины водолазов. И как будто это недостаточно страшно, в 15-м году произошла история с Диего Адамо, который занимался фридайвингом в пещере, то есть без кислородного баллона, и полагался только на объём своих лёгких и силу воли. Он опустился на 37 метров, протискиваясь через маленькие проёмы, но внезапно потерял ласту. Испугавшись, что он не сможет вовремя подняться на поверхность, Диего срезал пояс с грузом, который помогал ему погружаться, и изо всех сил помчался наверх. Диего чудом удалось вернуться на поверхность в последний момент. Но если бы он был чуть глубже или не смог срезать ремень, то мог бы остаться внизу навсегда. У вас тоже участилось сердцебиение от всего этого. Я даже не знаю, что хуже – застрять в подводной пещере или свариться заживо в кислотной и солёной воде. И то, и то ужасно. Как думаете вы? Если вы за кислоту, лайкните видео, а если за пещеру, подпишитесь на канал. Готово? Отлично! Тогда давайте нырнём к следующему водному кошмару. Подводный лабиринт Такой вопрос – сколько раз вы погружались в водоём, плавали, а потом внезапно терялись? Надеюсь, это нечастое явление. Но для смельчаков, ныряющих в воронку Орлиное гнездо, это вполне возможно. Расположенное во Флориде Орлиное гнездо – это затопленная воронка, которая поначалу выглядит как секретный бассейн, скрытый от мира. Порой её вода совершенно прозрачная, а иногда почти чёрная, из-за природных пигментов под названием танины от окружающей растительности. Но неважно, как вода выглядит на поверхности. Если погрузиться в неё, опасность усилится, потому что на самом деле это вход в огромный лабиринт пещеры-туннелей на глубине вплоть до 94 метров, тянущихся на более чем полтора километра в темноте. Место популярно среди безумных дайверов, которым нравится путешествовать под землёй и под водой практически вслепую. Более того, некоторые либо храбрые, либо невменяемые водолазы хотят погрузиться ещё дальше и пытаются нанести на карту ранее неизведанные пещеры и туннели. Проблема в том, что здесь легко заблудиться, особенно в кромешной тьме, когда все скалы вокруг выглядят одинаково в свете фонарей. Поэтому чрезмерно амбициозные дайверы и пловцы терялись настолько, что не могли вернуться. С 81-го года 13 дайверов постигла эта ужасающая участь. Всё стало так серьёзно, что в пещере установили такие знаки, чтобы отговорить людей заплывать дальше, где они могут с лёгкостью заблудиться. Но меня убеждать не надо, потому что, к счастью для всех, я настоящий трос. Чёрное и голубое В Британии обманчиво красивое озеро тоже находится в яме, но побольше. Оно расположено в Дербишире. За прекрасную голубую воду его назвали Голубой лагуной. Но всё изменилось. В 13-м году и потом в 20-м местный совет окрасил воду в чёрной, чтобы жители и туристы перестали купаться в озере. Почему? Несмотря на слово «лагуна» в названии, озеро расположено в старом известняковом карьере, заброшенном в 52-м году. И это собравшаяся дождевая вода. Так как известняковые породы вымывали кристаллы кальцита в воду, она постепенно приобрела привлекательный бирюзовый цвет и заодно дала сильный щелочной PH в 13,3-х. Учитывая, что у аммиака PH 11,5, а у отбеливателя 12, плавать в этой воде крайне опасно. Такая концентрация вызывает раздражение, проблемы с желудком и химические ожоги. Но это всё не останавливало людей, особенно в пандемию. Несмотря на горы мусора в озере, трупы животных и заметный предупреждающий знак, жители всё равно рисковали и купались в яме. Я знаю, что у общественных бассейнов плохая репутация. Но плавать в отбеливателе в окружении мусора мне кажется немногим лучше. Тайное оружие Йеллоустоуна Не все смертельно опасные водоёмы одного цвета, как доказывает большой призматический источник в Йеллоустоуне. Он расположен в бассейне гейзера Мидуэй, а это третий по величине горячий источник в мире. Его диаметр 113 метров, то есть от одного конца до другого он в два раза длиннее стандартного олимпийского бассейна. На дне красуются концентрические круги ярко-синего, зелёного, жёлтого и оранжевого цвета. И он похож на волшебный портал. Но это никакая не магия. Круги вызваны геотермально нагретой водой, которая извергается из центра источника. И её температура 87 градусов Цельсия. Когда она разливается, то охлаждается. И появляются кольца с разными бактериями, любящими температуру от 55 до 87 градусов Цельсия. Это всё равно горячо. Ожоги третьей степени гарантированы. Но это ещё не самое опасное. Так, в 16-м году один турист посетил источники Йеллоустона со своей сестрой. И, несмотря на предупреждение, они отправились в запретную зону. Они хотели искупаться в горячем источнике вдали от посторонних глаз. Но когда турист проверял температуру воды, он поскользнулся и упал. Несмотря на все попытки, он никак не мог выбраться. Сестра пыталась вытащить его. Но так как температура воды составляла 93 градуса Цельсия, она серьёзно обожглась и не могла помочь ему. Они были слишком далеко, и поэтому помощь опоздала. Из-за грозы пришлось прекратить попытки достать его тело, и спасатели решили вернуться на следующий день. Но вода в этом районе слабокислая, а не только невероятно горячая. Поэтому, когда спасатели приехали, тело туриста растворилось. Пожалуй, я воспользуюсь горячей ванной. Горячий и высокий. Мы уже поняли, что отклоняться от маршрута и пытаться искупаться в горячих водоёмах – это плохая идея. Но, видимо, эта простая мысль дошла не до каждого любителей рисковать нагишом. Поэтому мы рассмотрим ещё более экстремальный пример источника, который может буквально убить человека. Для этого нам надо отправиться в Исландию, которая славится действующими вулканами и геотермально нагретыми водоёмами. Здесь находится маленький, безобидный на вид бассейн рядом с рекой Хвита. Выглядит безмятежно. Но каждые 10 минут нечто нарушает покой. Ого! Это необычный бассейн. На самом деле это гейзер Страккур – один из самых активных фонтанных гейзеров. Они образуются из затопленных трубчатых отверстий и соединённых камер, проходящих в земной коре. Магма нагревает воду до тех пор, пока она не начинает кипеть. И тогда она быстро поднимается вверх по камере, где испаряется и превращается в газ. Этот газ устремляется к поверхности, из-за чего вода выбрасывается с невероятной скоростью. Хотя и кажется, что было бы здорово нырнуть и вылететь на водной рогатке. Это совсем не так. Огромная сила пара выталкивает воду на высоту вплоть до 40 метров. То есть гейзер способен запустить человека примерно на высоту 10-этажного здания. Кроме того, вода в этом гейзере достигает жарких 240 градусов Цельсия. И если кому-то хватит ума запрыгнуть в него, то останется всего два варианта – свариться насмерть или разбиться. Конечно, третий вариант – это держаться подальше, но это уже решать вам самим. Вредные водовороты Если меня смотрят фанаты аниме, следующий тип водоемов точно для вас. В Японии есть пролив Наруто – канал между городом Наруто в Токусиме и островом Авадзи в Хега. Он меньше двух километров в длину, но связывает Тихий океан с внутренним морем. И когда приливы приходят дважды в день, происходит удивительное. Так как огромное количество воды перемещается по району, прилив создает разницу в уровне между двумя морями до полутора метров. А так как пролив очень узкий, вода, которая несется со скоростью 19 километров в час, порождает водовороты с диаметром 20 метров. И они называются водовороты Наруто. Они послужили вдохновением Наруто Маки – рыбного блюда в виде спирали. А он, в свою очередь, дал имя Наруто Узумаки – одному из самых популярных персонажей аниме, чье имя переводится как «Спираль Наруто». Я ж говорил, что анимешникам понравится. Сами водовороты недостаточно сильные для кораблей, но пловцам советуют избегать пролива, потому что их может быстро утянуть течением. Например, в 2014 году отважный подводный фотограф хотел запечатлеть сравнительно небольшой водоворот в Корнволле в Британии, но не вернулся на поверхность. Хотя он казался небольшим, течение водоворота смогло утянуть фотографа под воду и удержало его там. И без дыхательного аппарата он скончался. Так что, дорогие фанаты аниме, если вы не обладаете способностью ходить по воде, плавайте на судне. Защита и угроза Плавание в естественных водоёмах – отличный вариант в жару. Но если вы решите искупаться в водохранилище, придётся побеспокоиться не только о креме от загара. Эти типы водоёмов выглядят очень похоже, но водохранилища строят для защиты от наводнений, и в них скрываются элементы, из-за которых они невероятно опасны. Например, озеро Бериесса в Калифорнии, которое удерживает могучая плотина Монтичелло высотой 93 метра. Водохранилище простирается на 25 километров, а его глубина составляет 84 метра. Если из-за ливни этот уровень грозит повыситься и перевалить через плотину, задействует тайное оружие. Это открытый водосброс диаметром 22 метра, который местные жители называют «дыра славы». Серьёзно, Калифорния? Дыра славы серьёзно? В общем, эта дыра направляет воду на 61 метр вниз в основание плотины, где диаметр сужается примерно до 9 метров. Таким образом водосброс может отвести максимум 1360 кубометров воды, свыше полутора миллионов литров в секунду. Это почти половина воды во всём Олимпийском бассейне, так что он вызывает сильное течение при использовании. Несмотря на предупреждение и даже ограждение, это не останавливает некоторых пловцов. В 97-м году, после ливней, одна женщина решила испытать свои силы и, проигнорировав предупреждение, поплыла к дыре. Она не справилась с течением и её отнесло прямо в отверстие. Осознав свою ошибку, она схватилась за край и смогла удержаться. Однако водосброс находился далеко от доступной помощи и через 20 минут женщина ослабела и её утянула вниз. В таком случае выжить просто не получится. Несмотря на подобные истории, даже они не могут переубедить некоторых, как этих двух рыбаков в водохранилище Леди Бауэр в Британии, которым надоело жить. В отличие от Бериеса, Леди Бауэр имеет два водосброса, которые называют сливными отверстиями. Их диаметр 24 метра, и они опускаются на 20 метров, где вода отправляется в реку на другой стороне плотины, через решётку. Пусть у них не такая глубина, как у Бериеса, но учитывая эти каменные ступени, я бы сказал, что спуск в эту водяную пасть был бы намного более неприятным. Компания, управляющая водохранилищем, разрешает рыбачить и плавать, но рекомендует всем держаться подальше от водосбросов, о чём, видимо, не подозревали эти рыбаки. К счастью, пока ни одно из двух отверстий не привело к гибели людей. Лично я голосую за то, чтобы так всё и оставалось. Но для этого не надо плавать рядом с дырами. Большая дыра Многие из предыдущих водоёмов нередко скрывают то, что делают их опасными для плавания. Но такой проблемы не будет с южноафриканской большой дырой. Когда-то это был рудник Кимберли, в котором добывали алмазы. Когда здесь начались работы в 19 веке, рудник копали всё больше, пока он не стал 457 метров в ширину и 241 в глубину. Это 4 пятых высоты Крайслер Билдинг. По мере углубления рабочие могли войти и выйти только на опасных подвесных тележках, которые вели к пригодной для работы поверхности. К 1914 году, когда выкопали 22 миллиона тонн земли и свыше трёх тонн алмазов, работы прекратились. Водяные насосы, установленные на дне, чтобы рудник не затапливался, убрали. И вода естественным образом заполнила яму. В конце концов, она частично заполнилась, и сейчас её глубина где-то 215 метров, а дно покрывает 41 метр воды. Всё это и называют большой дырой. Она окружена отвесной скалой, и по стенам практически невозможно взобраться, как понял один пёс в 2013 году. Бедняга случайно упал в яму, и на протяжении нескольких дней только и мог, чтобы плавать из стороны в сторону, надеясь найти выход среди сплошной скалы. В конце концов, прохожие нашли его, бросили ему немного еды и оповестили спасателей. Однако те не спешили помогать. Стены рудника крайне неустойчивы. Стены рудника крайне неустойчивы, а у спасателей не было достаточно длинных верёвок, чтобы спустить кого-нибудь. Они предприняли несколько неудачных попыток, и лишь на восьмой день команда из семи человек спустилась в яму с помощью системы верёвок и шкивов. И в конце концов, они смогли вытащить собаку. Так что, если вы не умеете отлично плавать и карабкаться по частично отвесной скале почти 200 метров без какой-либо помощи, то я не рекомендую нырять в эту смертельную ловушку. Неидеальный пляж. Только взгляните на это место. Синяя вода, золотой песок, голубое небо. Это идеальный пляж. Самое то для купания, да? Но почему люди плавают в маленьком бассейне, а не в самом океане? Потому что они умные, вот почему. Это пляж Ханакопиай, расположенный на гавайском острове Кауаи. Несмотря на живописный вид, это один из самых смертоносных пляжей. И по некоторым оценкам, около сотни человек унесло в открытое море за несколько лет, и они погибли. Таблички предупреждают об этом, но туристы не слушают. Ведь пляж не выглядит опасным. Но поначалу. В отличие от других пляжей на Кауаи, здесь нет крупного барьерного рифа. Поэтому ничто не мешает океанским течениям со всей силой разбиваться о выступ пляжа. Поэтому волны накатываются на него, утаскивая ничего не подозревающих туристов. И здесь нет никаких спасателей. Так что, если вас унесет, вы будете сами по себе. Напомните мне не снимать надувные нарукавники. Цветное предупреждение Многие водоемы выглядят притягательно из-за их красивого цвета. Хотя они не всегда бывают голубого оттенка. Озеро Хиллер в Австралии, например, славится ярко-розовой водой. Расположенное на побережье Среднего острова, озеро длиной 610 метров отделено от океана тонкой полоской суши. И такое розовое, что кажется, будто это фотошоп. Соленые воды приобретают такой оттенок благодаря бактериям и водорослям красного цвета. Оба содержат красные каротиноиды, пигменты, защищающие их от экстремальных условий вроде обилия соли в воде. Но несмотря на всё это, вода не так уж и опасна, если не пить её в больших количествах. Так что это рай для инфлюенсеров. Будем надеяться, они не станут пить воду ради лайков. На другой стороне планеты есть ещё одно цветное озеро, в котором инфлюенсеры наверняка хотели бы сфотографироваться. На первый взгляд кажется, что это даже не вода, а жидкие изумруды. Но прежде чем инфлюенсеры начнут играть с фильтрами, предупреждаю. Сфотографироваться здесь не выйдет. Озеро находится в кратере действующего вулкана в Мексике под названием Эль-Чичон. После мощного извержения в 1982 году глубина этого кратера достигла 128 метров. Хотя глубина самого озера переменчива. Перегретые источники направляют грунтовые воды со дна кратера в озеро. Но они опасны не только потому, что они очень горячие. В них растворены смертоносные вулканические газы из магмы. Такие как диоксид серы, сероводород, хлористый и фтористый водород. Они придают озеру ярко-зелёную окраску. А также увеличивают кислотность озера. И сильно. После извержения в 1982 году озеро, которое образовалось на следующий год, имело PH 0,5, то есть уровень аккумуляторной кислоты. Но серные компоненты добавляют смертоносности. Если вам нужен фонд для фотографий, я бы поискал в другом месте. А то потом получится сфотографироваться разве что в больнице. Большая яма. Если посетить Бьюд, город в Монтане, то вы увидите, что он похож на типичный американский город. Точнее, пока вы не заметите огромную яму, которая таится на его окраине. Глубиной 543 метра она наполнена красновато-коричневой жидкостью, которая выглядит весьма зловеще. Это яма Беркли. Бывший медный рудник, вырытый ещё в 50-е годы. Его закрыли уже 30 лет спустя, в 1982 году, когда его рентабельность упала. Насосы, которые выкачивали грунтовые воды, отключили, и яму затопило. Однако вода, которая наполнила её, впитала вещества и металл из окружающей почвы. Среди них мышьяк, кадмий, цинк и серная кислота, которые придали им мрачный цвет. Но это не всё. Позже, в 1995 году, перелётная стая из 342 белых гусей остановилась в озере, чтобы избежать шторма. Но гуси-то не знали, что pH здесь составляет 2,5, и озеро кислое. Хотя это такой же уровень кислоты, как у лимонного сока, птиц нашли мёртвыми на следующий день, и они были покрыты язвами. После этого власти Монтаны обработали воду в яме. Но она остаётся очень токсичной. Настолько, что запустили программу защиты водоплавающих птиц, чтобы отпугивать их от опасного водоёма. И, как говорится, если птицы не садятся на воду, то его не должны. Ладно-ладно, никто так не говорил, но смысл всё тот же. Не надо плавать в большой токсичной яме. Я уверен, что после этого мне захочется купаться в ближайшее время. Вам расхотелось плавать после этих водоёмов? И какие удивили вас больше всего? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр.